Ирина Агапова уверена, добрый человек тот, кто всегда готов протянуть руку помощи, как когда-то это сделали ее родители. Дети в семье Светланы и Валерия выросли, но пустота семейного гнезда не устраивала супругов. Они решили взять ребенка из детского дома. Им приглянулась девочка из сталдома. Агапова приехали в учреждение во время тихого часа. Заранее выбранными ребенок спал, встретила в будущих маму и папу четырехлетнее чудо с молочными усами, со словами «Как я долго вас ждала». Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Ира, гордость Агаповых. Она с детства всегда покладистая у меня была, всегда послушная. Не было никогда с ней проблем вообще никаких. Как в учебе, так и в спорте. А она очень хотела заниматься спортом. С четырех лет она все время ходила на ручках. Она все время говорила, мам, подними меня за ножки, я хочу на ручках походить. И учитель физкультуры заметила и говорит, надо ее отдать в спорт. Спортивная акробатика. Каких успехов удалось уже добиться? На первенстве России третье место заняли. Ездили на первенство мира. В Бельгию. В актовом зале Одинцовской лингвистической гимназии собрались люди, в которых столько любви и заботы, что они готовы дарить их другим. Это опекуны-усыновители и их дети. День рождения добра – это по праву их праздник. Подведение итогов тем добрым делам, которые делают жители нашего Одинцовского района, принимая ребенка в семью и давая ему возможность увидеть, что такое, так скажем, семья, как нужно выстраивать отношения между взрослыми членами семьи, как нужно поддерживать более молодое поколение. На Власихе, в Краснознаменске и Одинцовском районе проживают 463 замещающие семьи, в которых воспитываются 606 детей. Их не делят на своих и чужих. Победы и поражения подопечных родители воспринимают как свои собственные. Но именно эти бабушки и дедушки, мамы и папы знают, насколько нужна поддержка тем, кто однажды потерял веру в людей. Если ребенок хоть маленькую победу в течение дня, в течение недели одержал, то это, конечно, залог успеха и залог радости у родителей. Но даже если ребенок ничего и не совершил никакого подвига, только то, что он приносит радость своим присутствием, своей улыбкой, своим поцелуем, своим объятием, я думаю, что для любого родителя это тоже счастье. День рождения добра – это праздник большой семьи, в которой каждый может рассчитывать на помощь. В зрительном зале собрались те, кто стал олицетворением любви и заботы для своих детей. А это значит, что когда присутствующие девчонки и мальчишки вырастут, они смогут стать такими же хорошими родителями уже для своих малышей. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».